всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября включительно для знака зодиака водолей уважаемые водолеи напоминаю что гадание подойдет и женщинам и мужчинам поэтому приглашаю вас всех к своему столу сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания на него вы получите ответ в конце чтения основного расклада и карта которая останется на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос запаситесь терпением этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно расклад общий не забывайте об этом я по каждой карте стараюсь давать максимум из того что я вижу но вы для себя берете только то что подходит именно вам колода готова кому нужно больше времени на свой вопрос ставьте на паузу а я продолжаю уважаемые водолеи все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается сразу же со старшего аркана верховной жрицы эта карта тайн таинственности эта карта ожидания напряжения но и вашей огромной интуитивности великолепная карта для женщин она говорит о том что что ваше подсознание в этом периоде дает вам какие-то подсказки вам могут сниться вещи сны вам сама жизнь может давать какие-то знаки на которые вы должны обращать внимание и конечно же прислушивайтесь к своему внутреннему голосу во многом он вас не подводит в чем-то может быть вы осторожничаете вы пытаетесь прочитать какие-то шаги и варианты почему потому что вы находитесь какой-то сложной ситуации вы думаете но чтобы вы себе не распланировали на будущее даже если вы семь пядей во лбу то все равно события в вашей жизни будут развиваться независимо от ваших желаний и предпочтений почему потому что здесь идет влияние и внешних факторов и каких-то людей события на которые не вы влияете а они влияют на вас если говорить о мужчинах то большое влияние на начало этого периода на вас имеет женщина но для многих из вас это женщина мать супруга для кого-то это может быть какая-то важная особо а для кого-то это может быть даже женщина эзотерик который вы обращаетесь за помощью великолепная карта для тех кто занимается саморазвитием самопознанием эзотерикой магией и философией врачеванием в таком случае вы на своем месте и занимаетесь своим делом но для многих других эта карта внутренней двойственности но в то же время вашей мудрости и глубине если говорить о женщинах вы далеко не каждого человека подпускаете в свое личное пространство вас по этой карте могут интересовать чьи-то тайны но у вас есть и свои которые вы не хотите афишировать кому-то то есть вы довольно таки закрытый человек для других но по крайней мере в этом периоде вы в чем-то проявляете большую осторожность какие-то дела могут тормозиться у кого-то от двух недель у кого-то до двух месяцев может быть в недавнем прошлом что-то не получалось и также вот сейчас вот это самое ожидание давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели что будет происходить в общем и мы видим вторую карту старшего аркана башни эта карта как красная сигнальная кнопка говорит о том что может в периоде возникнуть форс-мажор любого рода и от каких-то людей вам могут идти неожиданные помехи либо неожиданное выяснение отношений какие-то скандалы у каждого это может быть что-то свое для кого-то это затруднения с казенными домами потому что башня может и показывать казенные дома с которыми у вас есть проблемы для кого-то это могут быть кредиты залоги сложные заемы ипотеки но даже у тех у кого все нормально в течение этого периода могут проявить себя в негативном свете даже те люди которых может быть вы считали своими друзьями но чем хороша эта карта что все-таки благодаря вот этой встряски у вас на что-то открывается зрение и все тайна становится явным но карта сложная она говорит о нервах а стрессах и если в вашей жизни действительно происходит что-то подобное или может произойти и вы об этом знаете конечно постарайтесь себя морально к этому подготовить для тех кто решает какие-то вопросы связанные с казенными домами здесь тоже могут ждать неудачи из-за того что кто-то вам может препятствовать и об этом ясно говорит карта семерки мечей она говорит о конкурентах о врагах а завистниках о какой-то игре за вашей спиной либо о нечестных методах вот вот эта сложная ситуация вашей жизни может возникнуть как раз из-за кого-то то есть это даже не внешние факторы а это люди которые своими руками умышленно создали для вас какие-то сложности не зря вы осторожничаете по первой карте и здесь тоже всю эту неделю вам нужно быть на чеку и постарайтесь не расслабляться в особенности у тех у кого есть какие-то проблемы давайте заглянем что будет происходить у наших семейных пар на семейные пары выпадает также карта старшего аркана папы карта иера фанта и на вашу вторую половиночку мы видим карту двойки пентаклей однозначно затруднения из-за финансов доме у вашего партнера какие-то сложности может быть в работе может быть желание совместить несколько рабочих проектов почему потому что денег не хватает вам тяжело выкручиваться финансово чтобы перекрыть одно другим то есть нужно правильно распределить те небольшие финансы которые имеются вы конечно же доминируете в этих отношениях на вас возложена основная ответственность за все то что происходит в доме вы показаны как человек старых устоев старых правил с прекрасным воспитанием вы человек долга и чести и для вас важно чтобы в вашем доме был порядок конечно же вы искренне будете помогать всем кто зависит от вас потому что вы чувствуете на себе вот эту самую ответственность если говорить о мужчинах водолях вы прекрасные отцы вы прекрасные мужья и вы также можете быть уважаемым человеком в обществе для тех кто оформляет какие-то бумаги связанные с домом с имуществом может быть вам придется обращаться к официальным лицам за что-то вам предстоит предстоит еще заплатить я не вижу в паре измен я не вижу в паре нечестности но я и не вижу всплесков любви почему потому что вы оба увлечены теми проблемами которые имеются и вы стараетесь оба в меру своих сил и возможностей их решить конечно же вы дополняете друг друга в этом периоде но уважаемые водолеи помните что многое зависит именно от вас неважно кто не смотрит мужчины или женщины даже если в вашем доме какие-то огромные сложности карта иерофанта эта карта высших сил это поддержка это защита ваших ангелов-хранителей для вас поэтому все-таки не теряйте веру и надеетесь на лучшее на то что что-то все-таки изменится и именно так и будет давайте посмотрим что ждет наших одиноких водолея в этом периоде для вас выпла карта двойки мечей 8 пентаклей и карта 6 жезлов основные вопросы которые вас волнуют в этом периоде это все-таки работа и деньги становление в карьере в делах работа у многих из вас будет заработать вы сможете я вижу вы хорошие специалисты люди уважаемые другими но то что касается рабочих процессов на кого-то у вас есть обиды с кем-то все-таки могли быть конфликты в прошлом могут возникнуть и на этой неделе это недопонимание и в коммерции в делах вот нежелание с кем-то идти на компромисс или на уступки но все-таки вы продолжаете трудиться пока какую-то сложную ситуацию пуская на самотек но знаете о том что рано или поздно вам все-таки нужно будет принимать какое-то важное решение шестерка жезлов говорит о том что работы будет много заказов будет много многие из вас занимают лидерские позиции где бы вы не находились вы можете и сами руководить людьми но даже если вы где-то в коллективе вы всегда стремитесь к независимости кого-то из вас могут ждать рабочего рода дороги и командировки для кого-то это любые дороги но которые связаны с тратами но эти дороги пойдут вам на пользу поэтому если вы что-то запланировали поезжайте все будет хорошо также для наших одиноких водолеев карты говорят о том что течение этой недели все-таки будут и какие-то положительные известия чему-то вы порадуетесь вы что-то получаете в руки то чего вы давно ждали для кого-то это важные бумаги для кого-то это устная важная информация для кого-то это разрешение долгожданной поездки либо разрешение начать то о чем вы давно мечтали для кого-то это финансовая прибыль но в любом случае это радость здесь даже для кого-то может быть какое-то важное приобретение для дома для семьи что-то то о чем может быть вы давно мечтали то что касается личной жизни на сегодняшний день вы еще не до конца готовы к новым отношениям хотя я вижу что вы очень привлекательны для противоположного пола и мужчины и женщины ваше сердечко еще закрыто вы боитесь новой боли вы больше сосредоточены на работе и на делах чем на любви но для тех кто не боится поменять что-то в своей жизни вас могут ждать новые встречи новые свидания знакомства в этом поможет ваша активность но для кого-то это отношения которые завязываются по работе или на работе личная жизнь во многом зависит от вас самих поэтому если вы хотите быть счастливыми меняйте что-то в своей жизни самостоятельно и если вам кто-то нравится вы даже сами можете проявлять инициативу тоже приветствуется даже для тех у кого в работе были сложности какие-то завис и остановки рабочие процессы налаживаются на все сто процентов для тех кто был в поиске работы из одиноких работу вы также найдете давайте заглянем центр вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни в центре расклада мы видим карту старшего аркана солнышко обратите внимание что по вертикали в центре расклада идет сразу три старших аркана верховная жрица башня и солнышко это говорит о том что какие-то сложности все-таки для вас разрешаться максимально благополучно по солнышку к вам может прийти неожиданная помощь это как ваше собственное просветление озарение умение найти выход умение выйти на нужных людей и в общем-то оказаться в нужное время в нужном месте вам кто-то также может помочь из тех людей которых вы хорошо знаете либо кто-то из вашего дома из вашей семьи рабочие процессы будут стабилизироваться если до этого у вас были какие-то финансовые потери вы сможете финансовые потери также возместить тем что работа будет заказы будут работы будет очень много для многих из вас это слава и почет в делах поэтому ваши конкуренты против вас ничего не смогут вам сделать и дополнительная карта это карта рыцаря чаш это может то что есть на вашем сердечке если говорить о женщинах может быть это говорит о том что вы мечтаете о любви но может быть вашей жизни уже есть вот этот самый принц с которым вам хотелось бы романтики встреч свиданий и у многих из вас все это действительно будет почему потому что эти карты и предполагают встречи свидания какую-то радость от общения наполненность друг другом если вы с кем-то все-таки встречаетесь для мужчин эти карты могут показывать вашу влюбленность в кого-то но это также и желание развивать себя творчески в особенности если смотрит меня мужчины вы показаны как человек очень яркий красивый способный завоевать не одну женщину вы уже покоряли не одно женское сердце и в этом периоде вас также ждут успехи ну то что касается личной жизни это уж точно вам не быть одиноким но если говорить о женщинах то тоже мужским вниманием вы не обделены вообще обе эти карты говорят о каких-то положительных изменениях известиях для кого-то из вас это может быть хороший друг человек которого вы знали ранее который приходит вам на помощь и может помогает в чем-то для кого-то это может быть даже родственник но явно это кто-то тот кого вы хорошо знаете из затруднений помогает выйти мужчина если смотрят меня женщины если смотрят меня мужчины очень многое зависит от вас самих для кого-то из вас это успешные переговоры в делах любого рода давайте посмотрим что происходит с вашими финансами на финансы выпала карта пожар пентакли это карта денег но денег небольших работать приходится много у кого-то может быть ненормированный рабочий день но вы работаете на перспективу кто-то зарабатывает для того чтобы развиваться вкладываться в себя кто-то вкладывается в своих детей деньги небольшие но все-таки они дают вам защищенность и вовремя покосить какие-то текущие счета но денег конечно же не хватает из-за этого вы нервничаете давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир выпадает карта старшего аркана дьявола обратите внимание уже какой по счету старший аркан это говорит о том что со многими людьми у вас сложные запутанные отношения даже зависимые может быть от кого-то зависите вы может быть из внешнего мира кто-то на вас оказывать давление пытаться повлиять на ваше сознание управлять может быть кто-то пытается вами что вам поможет встречные манипуляции вы должны себя вести точно также манипулируют вами манипулируете вы хитрят с вами хитрите вы проявите лукавство проявите смекалку где-то даже дерзость для того чтобы не позволять другим управлять вами но для кого-то эта карта сложных сексуальных отношений личная жизнь эта карта может показывать треугольники страсть какому-то человеку возможно не свободному а для некоторых эта карта может показывать пагубные привычки от которых вам тяжело избавиться но для кого-то это просто дурное окружение в котором вы можете находиться и вас люди постоянно пытаются использовать давайте посмотрим на скрытые факторы этого периода то чего не видно на поверхности но то что нужно учитывать карта старшего аркана отшельника и карта короля чаш снова два старших аркана о чем говорят эти карты что даже если в этом периоде у вас дела наладятся до двух месяцев от двух недель до двух месяцев вашей жизни может наступить какой-то простой либо какое-то подвисание когда вам придется чего-то ждать на что-то надеяться вы будете испытывать затруднения но это время будет дано вам не случайно во первых у многих из вас будет происходить переоценка ценностей возможность заняться духовным ростом и саморазвитием самопознанием также карты предполагают то что возможно вам нужно будет обратиться за помощью какому-то мудрому человеку это может быть как мужчина так и женщина но здесь карты говорят именно о мужчине мужская помощь вам понадобится возможно это какой-то авторитетный статусный человек возможно это просто ваш духовный учитель или наставник либо человек для вас уважаемый который вам помогает исключительно для некоторых эти карты могут показывать легкие недомогания по здоровью из-за этого на время остановка в делах но я вижу что здесь будет выздоровление не волнуйтесь здесь нет ничего страшного и ужасного происходят естественные процессы и все также разрешится естественным путем в позитиве для наших одиноких эти карты говорят о том что даже если вы долго были один или одна уже в ближайшее время вы можете в кого-то влюбиться либо кто-то может влюбиться в вас это заинтересованность это будет не только сексуальное желание в отношении партнера но также и духовность и большая глубина между партнерами для кого-то из вас это возможность создать личные отношения даже если вы в довольно таки преклонном возрасте но главное не возраст а то как вы себя чувствуете внутри давайте посмотрим чем для вас завершится этот период и на завершение этой недели мы видим карту семерки жезлов это карта обороны и она говорит о том что все-таки проблемы остаются с кем-то снова могут возникать конфликты выяснения отношений в чем-то вам нужно удержать свою линию почему потому что действительно вы в чем-то правы они кто-то и вы эту правоту должны будете отстоять или доказать но эта карта может показывать не только людей но и саму жизнь сложности которые вы снова и снова преодолеваете но это вас делает только сильнее в негативе эта карта может говорить о том что толком на выходные может быть вы даже и не отдохнете но давайте посмотрим карту основного совета для вас на этот период мы видим карту семерки чаш эта карта очень творческих людей она говорит о том что вы всесторонне развитые но вам нужно определиться со своими хобби со своими талантами своими наклонностями чего вы хотите что вам интересно вы должны уметь переключать свое сознание с каких-то трудностей на что-то приятное на что-то положительно иногда даже помечтать полетать не вредно а наоборот полезно потому что мечты нас окрыляют мечты нас делают сильнее и свободнее поэтому не бойтесь мечтать но и старайтесь конечно реализовать себя в творчестве при первой же возможности почему потому что я смотрю что жила немного но пока нет достаточного фундамента под ногами давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет для вас выпадает карта однозначного да если смотрят меня мужчины по этой карте многое зависит от вас самих от ваших огненных качеств от вашего умения продавить какую-то ситуацию отстоять возможно вам даже придется с кем-то разговаривать на повышенных либо проявить свои амбиции но свое вы получите если говорить о женщинах в вашем вопросе многое зависит от мужчины и скорее всего это какие-то сложные разговоры может доходить до криков до выяснения отношений но все-таки милые женщины то чего вы хотите вы получите благодаря своей мудрости а мужчина будет только исполнителем как бы он не кричал и не сопротивлялся он сделает то что вам нужно давайте посмотрим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин буквально три карты напоследок карта семерки трев карта крыс девять червей карта всадника и карта 6 бубен многих из вас ждут какие-то утренние дороги и дневные дороги но в большей степени это связано с коммерцией с делами но для кого-то это встречи также новые знакомства почему потому что здесь вас окружает очень много людей какой-то интерес в отношении кого-то но осторожничайте почему потому что вокруг вас очень много людей корыстных которые за счет именно вас пытаются решить свои проблемы из финансовых затруднений у кого есть долги и кредиты сложности с деньгами я вижу что есть положительные изменения будут шансы либо дополнительного заработка либо живых денег благодаря которым вы сможете что-то перекрыть но здесь может быть к вам идут еще какие-то дополнительные предложения по работе вообще от каких-то новых людей которые стоит принять и улучшить материальное положение то есть у каждого что-то свое но карты говорят о том что дела должны поправиться карта основного совета для женщин и карта основного совета для мужчин для женщин выпала карта букета это ваша красота это ваши внешние данные которыми вы должны уметь пользоваться но это и какой-то круг знакомств людей которых вы знаете и благодаря которым вы что-то можете также решить поэтому если вы надумали кому-то обратиться за помощью обращайтесь вам помогут но здесь скорее всего будет какая-то выгода какой-то интерес мы помогаем тебе а ты чем-то потом поможешь нам ну что-то примерно типа такого давайте посмотрим карту основного совета для мужчин это солнышко эта карта ваших собственных амбиций вашего эго идите за своими амбициями проявите все свои таланты для того чтобы выйти из сложной какой-то ситуации у вас все получится карта солнышко это успех и в делах и в любви поэтому для мужчин здесь буквально во всем горит зеленый свет стоит приложить еще немножечко усилий уважаемые водолеи таким был для вас расклад на этот период как видите расклад очень сложный очень много старших арканов и даже если исключить все маленькие арканы и взять только старшие а у вас их довольно таки большое количество возьмем их в том порядке в котором они для вас выпали и попытаемся быстрым образом их протрактовать это может быть будет для вас еще как дополнительная информация либо как подсказка посмотрите двойственность двойственность вашей душе ожидания и неопределенность неизвестность будущего форс-мажор по карте башни что-то развиваться не так как вы хотите но высшие силы приходят к вам на помощь но это могут быть и какие-то люди на земле которые вам помогают в лице мужчины и это может быть официальное лицо для кого-то это может быть отец супруг это может быть любой человек даже при власти который вам помогает также на помощь приходит ваша семья но и по солнышку это вообще удача и какие-то возможности изменения в лучшую сторону но по дьяволу как видите ненадолго как только вы начинаете выходить из каких-то затруднений тут же рядом с вами появляются люди которые за счет вас пытаются разрешить свои проблемы по дьяволу это чье-то давление на вас из-за чего у вас что-то может тормозиться и не развиваться вам кто-то явно по дьяволу препятствует но по отшельнику несмотря на то что вы будете испытывать затруднения вы найдете мудрого друга человека который вам поможет и даст нужный совет и обратите внимание на первую и последнюю карту старших арканов карта верховной жрицы карта подсознания интуиции и карта отшельника это также карта внутреннего голоса чтобы в вашей жизни на этой неделе не происходило не изменяйте себе и своему внутреннему чутью если вы чувствуете что рядом с вами враги опасайтесь если вы чувствуете что чего-то делать не нужно или я этого не хочу не идите против себя вы сами же себе и навредите потому что вселенная пытается вам помочь давая какие-то подсказки и они есть внутри вас многие ответы есть внутри вас вам стоит только хорошенько поискать уважаемые водолеи таким был для вас расклад на этот период всем удачи всем выдержки и терпения неделя непростая но в конечном итоге все-таки и она приносит какие-то плоды и результаты подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться пишите в обратных сообщениях как для вас прошла эта неделя а я всем вам говорю до новых встреч до следующих видео а